Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Павел Филимонов. С начала года минские спасатели совершили почти 1700 выездов. За это время на пожарах погибли 24 человека, 37 человек спасены. Минск чрезвычайный. Утро спасателей 20 сентября началось не с кофе. В 4 часа в Центр оперативного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Казинца. Испуганный голос мужчины сообщил, что в его квартире сильное задымление. Прибыв на место вызова, из окон квартиры на четвертом этаже многоквартирного жилого дома шел густой дым. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Предположительно, очагом возгорания стал удлинитель, включенный в розетку. Чтобы избежать подобных ЧС, эксплуатируйте электроприборы в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Звук сирен пожарных машин в пятницу вечером был слышен и на улице Гекала. На 18 часов 24 минуты спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире в жилом доме номер 41. По прибытию на место вызова признаков пожара не наблюдалось. Но в комнате квартиры произошло загорание постельных принадлежностей на площади 0,5 квадратных метра. Работники МЧС спасли мать хозяина квартиры, которая в сидящем положении находилась у входной двери. Женщину с отравлениями продуктами горения госпитализировали. Вероятнее всего, пожар произошел из-за того, что пострадавшая закурила в постели. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. В начале недели в республике стартовала профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных». Минские школьники, активисты БМУСП посетят домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они расскажут о правилах безопасности и окажут всевозможную шефскую помощь. В рамках акции пройдут и мероприятия на открытых площадках города, а также в местах массового пребывания людей. С подробной информацией о проводимой акции вы можете ознакомиться на официальном сайте mcs1212.by. На этом все. С вами был Павел Филимонов. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.